всем привет и как вы уже поняли я не голая да просто сейчас видела такой челлендж у марины то мы до этого видела у дима ермузевича и мне показалось показался он очень интересным потому что обычно мы за нашим монтажом за наши каким-то скрываем себя и кажемся немножечко другими я сейчас да очень нервничаю вообще на самом деле всегда когда начинаю снимать ролик я всегда очень нервничаю всегда не знаешь чего начать как лучше сказать как себя правильно преподнести и в общем я думаю что вам будет интересно увидеть нас настоящими живыми и челлендж заключается в том что на протяжении 10 минут я буду с вами просто разговаривать тем более что у меня вообще мало таких прям разговорных видео на канале и думаю что это видео послужит как раз таки началом таких видео потому что у меня в планах было и в общем это будет так своеобразным толчком и давайте наверное засеку время просто чтобы знать хотя бы что так вот 10 минут таймер пошел посмотрим вообще честно говоря я боюсь что получится потому что в основном стараешься донести какую-то только информацию самую главную и очень много вырезаешь как правило я начинаю снимать ролик у меня уходит может минут 30-40 я вам рассказываю что-то показываю плюс еще потом до съем и получается что из этого я делаю какой-то семиминутный ролик но как бы не знаю что получится буду выкладывать совершенно без монтажа и вот прям сегодня сейчас пять вечера и сегодня шестое число до шестое суббота в общем сейчас прям мы буквально через час будем встречаться с друзьями вот так что посмотрим я кстати вы мне часто делали замечания и в своих роликах я конечно же вот без монтажа стараюсь за этим следить стараюсь смотреть только именно в объектив но все равно я проверяю фокус постоянно меня почему смотрю вниз у меня там стоит компьютер и я постоянно там смотрю что я в фокусе потому что у меня камера без автофокуса и когда я двигаюсь он может меня съезжать и я стану не фокусе например я вот сейчас саду поближе потому что мне уже очень удобно сидеть и вы уже можете видеть что я не совсем фокусе в общем так вот настрою и честно говоря я вот хотела открыть такую рубрику и выпускать ее по возможности каждую неделю так сказать подводить итоги недели рассказывать вам что меня впечатлило за неделю я не хочу делать за месяц потому что но это какой-то такой более длительный срок я хочу вот чисто для себя подводить итоги недели что я за эту неделю сделала чего я добилась знаете как своеобразный онлайн дневник моих каких-то достижений каких-то возможно впечатлений каких-то прочитанных книг или возможно найденных каких-то блогов или даже банально каких-то приложений на телефон и вот кстати вот насчет приложений на телефон я сейчас стала недавно была на встрече ну как на такой встрече была на проверке зрения атака вью а мне проверяли зрение и вот так как раз таки мы там пообщались с пиар-агентом и она мне так сказать преподнесла можно сказать что можно сказать позже вот если бы я делала монтаж я об этом все нафиг повырезала то вот будете видеть меня такую я очень нервничаю честно я уже вся не знаю вся мокрая и вот прям вот не передать словами насколько это тяжело вот действительно ты осознаешь что что ты вот именно это будешь выкладывать и у тебя есть только вот грубо говоря вот это твой черновой вариант и будет чистовым то есть и вот его сразу подашь на всеобщий суд блин не знаю мне кажется что что-то необыкновенное получится я буду краснеть и думаю боже зачем я это выложила но я думаю что вам полезно будет узнать какая вот настоящая жизнь и в общем я говорил про приложение я сейчас стала каждый день ну точнее это два дня это прям каждый день достижения я уделяю себе 10 минут на как это называется боже я забыла это слово и вот знаете вы часто такое видео на самом деле бывает и забываешь слова и начинаешь его вспоминать потом вот этот весь мыслительный процесс ты просто-напросто вырезаешь там смотришь где-то что тебе напомнит как называется это слово в общем приложение называется headspace и суть медитация вот божечки я вспомнила медитации и я бы 10 минут уделяем медитации и включая это приложение в общем грубо говоря два дня уже прошло и вот чем не знаю что из этого получится но честно говоря после медитации я действительно чувствую какое-то спокойствие внутри себя и более уравновешенный себя чувствую не знаю мне тут соседи бушу собака кряхтит в общем все как обычно мне прям везет в этом плане ну что ты раскряхтелся так что такое хрюндель мне тут еще постоянно приходят и сам искипчина до безвука на это оставить вот и также я сейчас начала насчет второе приложение у меня тоже стараюсь каждый день ему пополнять кстати я не заносила обед в общем называется my фитнес спал это приложение для тех кто следит за своим весом кто хочет там похудеть или просто или наоборот набрать вес кто хочет как бы в общем грубо говоря привести себя в порядок тот который вы для себя считаете своим порядком здесь вы меня поняли в общем полная тавтология вот называется my фитнес спал так как я не могу вставлять название я постараюсь в инфобоксе не забыть написать но могу забыть если что вы мне напомните если вам будет интересно такое приложение суть в том то что вы заносите все свою еду то что вы там едите и в общем сейчас я обед не заносила и завтрак собственно я сегодня попила только кофе давайте наверно при вас сейчас занесу эту я потом забуду нафиг так с утра я пила кофе со сливками честно говоря практически вроде ничего не съела вот когда начинаешь в общем когда забываешь о том что чтобы туда внести сразу давайте потом это будет сейчас это на долгое время я все-таки обещала с вами поговорить они занимаются какими своими вещами так вам это думаю будет неинтересно там собаку то мне тут сидит да сильно часто любит мне помешать видео так фу и я говорил вот то что хочу такие итоги недели подводить потому что недавно столкнулась таким ежедневником кстати хочу его себе приобрести не помню название честно даже его не записывала просто знаю где купить это в читай городе и помню примерно как он выглядит суть в том то что вы пишете для себя изначально чего вы хотите добиться то есть ваша финальная цель и каждую неделю вы записываете своих как бы так по цели что приведет вас к тому к финальной цели то есть а вы пишете да чему чего вы достигли чего научились за эту неделю да и мне кажется что это очень полезно и интересно и самое интересное интересно интересно в общем это само мотивирование такое то что ты видишь что что вот и чего-то уже добился значит ты идешь цели и ты ее достигнешь то есть ты не просто сидишь на месте это действительно видишь свое какое-то самое развитие в общем вот именно этому я и хочу посвятить как раз таки такие итоги недели вообще было бы ли вам такое интересно видеть в мои итоги недели ну вот это будет не только какие-то вот как вы знаете бьюти блогеры и я собственно бьюти блогера ну по крайней мере отношу себя пока что к ним снимает грубо говоря фавориты месяца фавориты там не не знаю года я кстати тоже снимала и подводит так грубо говоря итог то что вот ты за этот год любил вот это вот это вот это вот я буду говорить и не возможно про что-то бьюти я тоже буду говорить что меня там особо впечатлило но я хочу это больше сделать как лайфстайл что вот меня именно мотивировал эту неделю чего я достигла чему я добилась грубо говоря вести но я уже это уже говорила и в общем несколько раз мне кажется еще повторю боже мне кажется такая ерунда получилась кстати насчет я увидела под каким-то роликом я не помню конкретно под каким не моя подписчица написала о том что ее поразил тот факт что в конце ролика я говорю и пусть удача всегда будет с вами я на тот момент честно говоря не смотрел дима ермузеевича но вот с тех пор когда она мне об этом сказала я естественно него подписалась и для меня это как-то странно да то что эту фразу вообще я взяла из голодных игр в общем думаю те кто вообще по факту я уже снимаю 10 минут но так как и у меня было лирическое отступление еще минута у нас осталось неожиданно думаю не мало кто досмотрит до этого и я могу рассказать завесу тайны приоткрыть эту фразу я взяла из голодных игр и вообще фанат голодных игр и вот именно в фильме честно говоря не помню ее в книге но возможно она там была я читала все три части еще до того как смотрел все фильмы мне впечатлила эта история она довольно о сильном человеке поэтому в общем эта фраза мне показалась интересная вот каждом ролике собственно с вами прощаюсь и чтобы вы знали это фраза именно из голодных игр честно говоря вот так вот просто на камеру когда просто садишься эта идея у меня вообще возникло буквально может минут десять назад чуть подольше ладно я может часа два назад мы с мужем что-то разговаривали я думала о том что какой-то ролик и сегодня хочу все-таки отснять и увидела что вот марина том буквально вчера выложила подобную рода ролик точнее такое же до смысл и и меня это вдохновило подумаю почему бы мне почему бы мне такое не снять и вот я проболтала 10 минут где я вот честно я боюсь смотреть что из этого получился мне кажется такая ахинея но в общем любом случае надеюсь это вам было полезно спасибо вам что вы были эти 10 минут со мной спасибо вот вот она я вот я такая стесняшка вот иногда не знаю что сказать в общем спасибо вам большое за просмотр всех вас обнимается выпасть удачи всегда будет с вами пока пока